Привет сообществу! Сегодня на канале заточный материал. Сегодня у нас второй полноценный обзор абразива. Сегодня мы будем говорить про абразивы NANIVA TRADITIONAL. В моем комплекте абразивов NANIVA TRADITIONAL 5 заточных брусков на основе оксида алюминия. Это номера 220, 1000, 2000, 6000 и 8000 грит по стандарту GIZ. Здесь необходимо уточнять. Традиционно принято считать, что японские абразивы маркируются с использованием японского промышленного стандарта, но он же GIZ. Однако более точным будет сказать, что GIZ для японских производителей, ну, если хотите, это скорее источник вдохновения. То есть напрямую сопоставлять тысячный номер от Суехира и тысячный номер от NANIVA, ну, к примеру, вот такое сопоставление, скорее всего, будет неэффективным и непоказательным. Нумерация гораздо более репрезентативна, когда мы касаемся внутренних серий, то есть сравниваем абразивы внутри производителя. Абразивы NANIVA TRADITIONAL — это абразивы на базе оксида алюминия и органической связки. И начнем мы разбор с анализа информации от производителя. NANIVA, как и по большому счету все японские производители, очень скупа на точные данные и конкретную документацию. Все, что у нас есть — это подобные слайд с рядом характеристик. Здесь мы с вами видим относительное сравнение двух серий NANIVA PRO и NANIVA TRADITIONAL. И первое, что бросается в глаза — более низкая цена, на серию TRADITIONAL. И, как следствие, более простые технологии производства. В серии PRO мы видим высокие показатели износостойкости. Помимо этого, мы видим интересный критерий — частота исправления поверхности. Сложно сказать, что именно подразумевает под этим NANIVA. Будем разбираться в процессе работы. Пока ясно, что и в этом ключе серия PRO лучше. Интересный пункт — SOAK TIME. По сути, это необходимое время замачивания абразива. И, исходя из таблицы, видно, что на серии PRO необходимое время сильно меньше. Однако по факту ситуация вообще иная. По факту у нас с вами два разных типа абразивов. Серия PRO принадлежит к группе абразивов, которые не нужно замачивать и надолго погружать в воду. Достаточно просто сбрызнуть водой. Более того, долгое пребывание в воде для серии PRO может быть вредным. Серия TRADITIONAL, простите за тавтологию, традиционно в этом вопросе. Ну, то есть TRADITIONAL нужно предварительно замачивать перед работой. Из двух последних пунктов мы понимаем, что серия PRO работает быстрее, то есть более производительно, и качество поверхности у серии PRO выше, чем у серии TRADITIONAL. Резюмируя данные производителя, мы можем прийти к выводу, что серия TRADITIONAL несколько проще, но и дешевле серии PRO. А вот как эта информация соотносится с реальным сценарием работы, мы сейчас и проверим. В заточке у нас сегодня овощной кухонный нож Бергер Катлери. Клинок из стали по стандарту 1.4116 на твердости в 58-59 единиц по шкале Роквилла. Затачивать мы будем нож на точилке LXPS22. В работе мы будем использовать четыре абразива 1000, 2000, 6000 и 8000 GRID. И у вас может возникнуть вопрос, а почему, собственно, такой выбор ножа, ну а точнее такой выбор стали? Ведь на первый взгляд более логичным будет выбор в пользу VG10, VGMAX или SG2. Все-таки японские абразивы и японские стали. Моя логика выбора тестового ножа была следующей. Если у человека есть потребность заточки довольно дорогой Японии, то о логичном выглядит выбор бюджетных японских абразивов. Ну то есть выбирать бюджетные абразивы для небюджетных ножей – это так себе история. Но это не единственная и не основная причина. В сравнительной таблице от производителя нет такого критерия, как тип затачиваемой стали, а именно применяемость абразива. А ведь это довольно серьезный фактор. Грубо говоря, именно простые нержавейки на классической кухне зачастую являются проблемой для большого количества традиционных японских абразивов. Сегодня именно это самый интересный вопрос – насколько серия traditional применима к классической Европе? Обзор абразивов будем вести, как и в прошлый раз, последовательный по пунктам. Начнем с первого пункта – цена и стоимость владения. Цена абразивов на него traditional, разумеется, ниже серии professional. Старшие серии супер абразивов или конкурентные линейки из оксида алюминия также будут дороже, например, Shepton Kuramaku. Стоимость владения, а именно цена, деленная на ресурсы применяемость – вопрос более сложный. С одной стороны, ресурс у абразивов вероятнее всего высокий, а вот применяемость не на таком хорошем уровне, как у супер абразивов. Пункт номер два нашей таблицы – та самая применяемость. Ну, то есть буквально для чего можно использовать данные абразивы. И здесь лежит, пожалуй, самая слабая точка любых абразивов на базе оксида алюминия. Их применяемость ограничена, и это ограничение будет расти с каждым годом. То есть с каждым годом количество ножей с высокованадиевыми сталями будет только расти, и для таких стали оксид алюминия не самый лучший выбор. Но если начать сравнивать применяемость внутри типа, то есть сравнивать с другими абразивами на базе оксида алюминия, то применяемость будет довольно высокой. Из плюсов у абразивов неожиданно хорошее сопротивление засаливанию. На мой взгляд, таблица, которую мы с вами видели в начале материала, совершенно несправедлива к серии traditional. Очищаемость и сопротивляемость к засаливанию у абразивов на хорошем уровне и даже больше. А вот скорость работы, напротив, я могу охарактеризовать как среднюю или даже чуть ниже. Пункт номер три — ресурс. Скорее всего, ресурс серии Naniwa Traditional — это сильная сторона данных абразивов. Что здесь важно понимать? Грубые абразивы почти всегда по факту расходный материал, вне зависимости от типа камней или серии. А вот ресурс средний и финишные группы, я думаю, в данном случае высокий или даже очень высокий. Скорее всего, финишная группа успешно переживет и хозяина абразивов. Четвертый пункт нашей оценки — это комфорт работы и комфорт владения. Здесь моя оценка условно 2,5 из 5, наверное. При этом, как уже говорил в ранних материалах, вряд ли когда-то я поставлю кому-либо выше 4,5 из 5. Почему? Ну давайте представим себе некие абразивы. Вот эти некие абразивы работают с любым сожем. Они очень приятно тактильны, скольжение и звук никаких вопросов не вызывает, отклик однозначный, риск на подводе уменьшается без сюрпризов при переходе от одного к другому. Абразивы имеют высокую устойчивость к потере плоскости, и при этом никаких проблем в очистке, не предъявлять никаких условий при хранении. Я думаю, мы поняли друг друга, не существует таких абразивов. На Нива Традишнл работает с водой, и это абразивы, требующие замачивания. Звуковой и тактильный отклик у абразивов хороший, устойчивый к засолению высокая. Как и все японцы, абразивы не любят резких перепадов влажности, и как и все японцы, достаточно просто приводятся в соответствие по плоскости. Пятый пункт таблицы. Агрессивность или скорость работы? Ну понятно, что нельзя сравнивать агрессию и скорость вне типа, то есть очевидно, алмазы будут быстрее, алмазы будут агрессивнее. А вот в рамках своего типа, ну то есть оксида алюминия, агрессия абразивов средняя или чуть ниже средней. То есть скорость работы тысячного и двухтысячного номеров достаточно спокойная, уступает в этом вопросе серии PRO. Шестой и заключительный пункт оценки – это качество работы комплекта. В данном случае абразивы преподнесли приятный сюрприз. Производитель существенно разводит комплекты TRADITIONAL и PRO по качеству своей таблицы. Эта разница есть, и эту разницу видно, но TRADITIONAL, на удивление, очень законченный комплект. Шеститысячные и восьмитысячные номера выходят на хорошее качество без каких-либо «если» и без привлечения дополнительных решений. Качество работы комплекта выше среднего. Сегодня будет не так просто сформулировать выводы. С одной стороны, абразивы NANIVA TRADITIONAL – это качественные абразивы, и на мой взгляд, самой компанией NANIVA эта серия оценена ниже, чем должна быть. Очень многое заложено уже в полноценности комплекта. Далеко не все комплекты абразивов изначально полноценны и японские в том числе. Но с другой стороны, могу ли я рекомендовать абразивы TRADITIONAL в неком базовом сценарии, ну скажем так, для типичной ситуации, какой бы она ни была? И вы знаете, такой рекомендации дать не могу. И причина не в самих абразивах. Как уже сказал и как видно из материалов данного ролика, TRADITIONAL – это качественные абразивы и полноценный комплект. Но сейчас, на мой взгляд, и в данной ситуации этого не вполне достаточно. Видите ли, 10 или даже 5 лет назад серия NANIVA TRADITIONAL оценивалась бы иначе? Да, в целом серия проще, чем серия PROFESSIONAL, но она и дешевле. Однако сейчас, сегодня, ножевой мир другой, и он будет меняться дальше. Суть в распространении суперстали и, как следствие, запросе на суперабразивы – алмазы или эльборы. На мой взгляд, сейчас просто быть качественным комплектом уже недостаточно для оксида алюминия. Поэтому при прочих равных я рекомендую серию NANIVA PROFESSIONAL или CHASERA и серию SHEPTING HURAMAKU или PROFESSIONAL. Но рекомендовать серию TRADITIONAL с такой же уверенностью я не могу. Однако и здесь есть нюансы, даже два нюанса. Серия TRADITIONAL работает чуть медленнее ожидаемого. И это, в свою очередь, настраивает на довольно большой ресурс у серии за счет твердости связки. Ну то есть, по факту, комфорт работы у серии TRADITIONAL будет проще, чем у серии PRO. Да. А вот стоимость владения, скорее всего, выиграет. Грубо говоря, TRADITIONAL – это допустимый вариант экономии, хоть я так делать и не рекомендую. Момент номер два. У любой серии, у любого набора абразивов есть изначальная точка приложения, то есть некий пул ножевых сталей, под которые работал производитель. И очевидно, что для TRADITIONAL это традиционная японская кухня, речь про углеродистые стали, ну или стали с пониженным содержанием хрома. Вот в таком случае серия TRADITIONAL резко набирает очки. Потому что для таких ножей серия PROFESSIONAL – это, по сути, стрельба из пушки по воробьям, а TRADITIONAL – то, что нужно. Вот такой, друзья, материал. Надеюсь, обзор абразивов на него TRADITIONAL вам понравился. Если так, с вас лайк, подписка и колокольчик. А на сегодня все. Спасибо вам за просмотр. До новых встреч и пока.